Как хорошо, что ты здесь, спасибо! Без меня вам не справиться, я пойду проберусь в здание, аккуратно, незаметно. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня я вновь приветствую вас на границе Кристана. И я посмотрел, у нас уже прогресс игры 98%, а значит, что сегодня, возможно, последний выпуск по Контрабанд Полис. Последний день на границе, последний раз я кого-нибудь засажу в тюрьму. Последний раз я найду Контрабанду, последний раз я поиздеваюсь над Новиком. Вот тебе подарок напоследок, Новик, целый мешок подарков. Не благодари, не благодари, я последний день у меня сегодня рабочий, я должен проставиться. Ведь я перед вами в неоплатном долгу, понимаете, мистер Новик. Ибо все эти дни, что мы с вами вместе проработали, настоящий подарок для меня. Ой, я завалил тебя подарками, да, ты не можешь выйти. Ну ладно, я не буду мешать тебе, открывай упаковку и радуйся. Ублюдок, он вышел, все-таки ненавижу тебя Новик. Ну давайте, кто у нас там? Два грузовичка и одна машина. Игрушечная, зелененькая, смешная. Какие у нас приметы есть? Королевство РК и 44 года водителю. Ну здравствуй. Опа, торгуют. Стиральный порошок, пачка кофе и 4 пачки сигарет. А есть ли у нас что-то из этого? Пачка сигарет. Отлично, 4 штуки. И по-моему уже было кофей. Разве нет? Видать, нет. Ну а не страшно, на, забирай, забирай, забирай. А теперь давай документы. Сразу смотрим, сколько тебе лет. Девятна... Девятнадцать лет? А что это за фото с огромной бородищей? Не, наверное, может быть такая борода в 19 лет, я не знаю. Моя борода начала хорошеть только где-то в 24. Вот тут бы я сказал, что тебе 19 лет. Просто вот эта шапка-ушанка очень плохо смотрится. Сразу облику придает возрастность. Хорошо, фото не соответствует. Имя не соответствует. Машина варила. 4 на 4. Это 100 пудов несоответствия. Но мы проверим. Конечно, нет. Тип автомобиля не соответствует. GTO 7347HC. Номер соответствует. Вес в порядке. Он из-за користана. И, кстати, я не могу его пропустить, потому что ему меньше 30 лет. У нас угроза терроризма. Бланк соответствует. Значит, правила въезда сразу нарушены. Свинья 1, свинья 2. Их должно быть 2, да. Это здесь нормально. Досмотр завершен, придется себе ехать обратно. Неизвестно куда, правда. Ему придется же, получается, до 30 лет где-то скитаться в других странах, чтобы вернуться сюда. Опа, еще один фермер. 120 долларов. Ну-ка посмотрим результаты. Где я ошибся? Стоп. Срок действия паспорта я не указал. И типовой бланк, а паспорт автомобиля. Типовые бланки паспорта автомобиля? Так, он хочет поторговать. 3 пачки сигарет. Немножечко водки ему продать. Водка. По-моему, 2 штуки он хотел продать. Я не помню уже. Загоняю, загоняю. А-а-а-а. Он хочет еще 2. У нас есть 2. Как раз 2 и осталось. Все. Неплохо так сбагрил на втором же клиенте. Точнее, проезжим. Документы предъяви, а не болтай тут мне. Сразу возраст. 21. А-а-а. Закаристан, я тоже не могу его пропустить. Несоответствие. Да что ж ты будешь со мной? О, боже мой. Ты за что так со мной поступаешь? А бланк соответствует. Машина Гроздук. Это похоже на Гроздук на самом деле? Одна корова. Да, опись соответствует. Спущена шина. Правила въезда нарушены. Стоп. Да, типовой бланк автомобиля. Это вот так делается? А-а-а. Господи, я столько раз проверял паспорт автомобиля. И только сейчас это узнал. Что это тоже, оказывается, можно проверять. Что по фото, кстати говоря. Фото соответствует. О-о-о, смотрите какой он художник. Знаешь, я сам тоже художник. Давай-ка я нарисую, как Новик пытается выйти из своей будки. Разбита фара. Одна. Спущены шины. Две. Важный телефонный звонок. О, боже мой, начинаются последние квесты. У меня есть пять минут, чтобы его проверить, этого чела. Кажется, я все проверил. Давайте просто запретим ему въезд. Ой, я не посмотрел номер. Я номер не посмотрел. Черт. Смертельный удар. Товарищ, пришло время, когда мы можем нанести последний удар по кровавому кулаку. Наши агенты сообщают о тайной встрече лидеров повстанцев в гостинице под пьяным медведем. Младший сержант Димов и его отряд должны уже быть на месте. Вы должны устранить Гарина. Весь народ на вас рассчитывает. Что ж, я пошел получать приказы. Людям придется ждать часами на границе. Товарищ, пришло время, когда мы можем нанести последний удар по кровавому кулаку. Наши агенты сообщают о тайной встрече лидеров... А, да-да-да-да-да, я уже это прочитал, уже прочитал, все. Вот, нам распечатывают. Если это только что распечатал, как я это уже увидел у себя в инвентаре. Ладно, поезжайте на место перестрелки. Нам намекают на то, что будут перестрелки. У нас всего 60 патронов. Придется закупиться. Влад, спасибо, что приехал. Нам нужно как следует закупиться. Во-первых, топорик давайте, ледоруб и топорик. Зачем я взял ледоруб, не знаю. Возьмем гранату. Раз, два, три, четыре, пять. Патроны для пистолета. Раз, два, три. И патроны для винтовки. Нормально. Остальное подберем. Погнали. Так, это нам вот сюда. Осторожно и трифтим. Скрип колес. О, мы проезжаем, блин, магазин Влада. Че, я... Зачем я его вызывал? Только денег потратил лишних. Ау. Потянулся за очками, чтобы круто выглядеть. А, это не те очки. О, уже слышу, там перестрелка. Ну давайте, давайте, ребят, давайте. Я тоже готов. Проберитесь в здание. Какое? Здесь нет зданий. О, вот оно где. Ну давайте проберемся. Да господи, кто здесь высадил эти деревья? Сейчас, 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 проберусь. Как хорошо, что ты здесь. Спасибо. Без меня вам не справиться. Я пойду проберусь в здание. Аккуратно, незаметно. Кто здесь разложил этот мусор? Вернитесь к гостинице. Это в смысле? Игра проиграна. Я бросил своих товарищей. Вы че, угораете? Я как раз таки прям пошел ринуться в бой, чтобы защитить их. Очки меня подвели. Видимо, нужны очки миротворца. Давайте не будем ссориться, друзья. Зачем нам это все? Нет, в этих очках все-таки они не придают мне силы. И уверенности тоже. Ладно, давайте попробуем еще раз. Вот, проберитесь в здание. О, красиво. Красиво подпрыгнул. Чуть-чуть объеду. Я должен пробраться внутрь. Все в порядке, все в порядке. Ай. А, я понял. Оказывается, если я еду. Ну, давайте я здесь выйду. Итак, я что-то взял, оружие там всякое. Я пошел в здание. Опа, лошадка есть. Стоп, вернитесь в гостиницу. Да я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут. В рожу стреляй этим негодяям. Как же вы бесите тут всех. Держать оборону, придурки. Не подпускайте их. Сейчас я должен залутать. Ребята, давайте, подходите ближе, подходите ближе. О, вот она лежит. Есть, 40 баксов. Вот это улов. Что ж, я понял, эти ребята нарываются. Нарываются на гранату. Нарываются на гранату. Ну как, как они сейчас? Оп, хорошо взорвались. Так, дайте мне подойти. Я должен облутать ваших друзей. Облутать их. Я аккуратненько подкрадываюсь. Незаметно по стейлсу. Стоп, погоди. Кто? Кто смеет? Кто? За кустик распрятался. Это дурак? Походу дурак. Стрелять, идиоты. Убейте приспичников Акарова. Акарова. Арканова. Сейчас, погодите, ребят. Погодите. Передышка еще не закончилась. Да и не закончилась еще. Боже мой. Прикройте меня. Фу. Ой, взрывы какие-то. Ты что такое? Зачем ты встал? Зачем ты под пулю встал? Димов. Димов? Кто такой Димов? Я первый раз его слышу. Я первый раз его встречаю. Столько я налутал, и Димов испортил всю операцию. И он попал под пулю, и теперь ему нужна операция. Мы оставим машину здесь. Она нам будет мешать сейчас. Сами попробуем в обход найти. В обход. Здесь везде забор. Черт. Так, значит, гранату ловить. Неплохо. На, на тебе. На тебе, сэр. Негодяй. Держать оборону. Так, патроны для ружья. Нафига я их беру. О, он живой. Он живой. Контроль мне надо было в голову делать. Смотрите, он двигается. Симулянт. Высадись обоим в его лицо. Так, еще два трупа. Для винтовки патроны возьмем. Деньги возьмем. Тихо. Перестань мне тут. Так, вот, аккуратненько их выношу. По чуть-чуть. Легкими, мягкими очередями. Как художник. Я же говорю, что я художник. Я вот так вот, оп. Как мазочек кистью делаю. Так, смотрите. Аккуратненько. Оп. И умерло. Оп. И умерло. Оп. Ну, вы поняли. Скорей, скорей, скорей. Скорей, скорей, скорей. Трупак. Какой обугленный. Откуда он такой обугленный? Я его не обуглил. Черт, 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 черт. Быстрее. Это не нужно мне. Это нужно мне. Бобос. И еще бобос. Все, подзаработал. Неплохо. О, классно сели. Классно сели. Самое время кидать гранату. Есть. Нифига себе, сколько подохло. Я ж не ожидал такой разрушительной силы. Они еще хотят. Эти гады еще хотят. В смысле? Не умер? Да как не умер? Каким образом? Стоп, а мы уже здесь были когда-то? Есть. Время собирать бонусы. Скорее, 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 скорее. Черт, они вызвали подмогу. У нас мало времени. Гарин внутри, теперь ему не уйти. Прикончатого гада, мы тебя прикроем. Сейчас, погоди, погоди. Прикройте вы сначала меня. Я тут лутаюсь, между прочим. Так, Гарик, где Гарик? Умрить? Пожалуйста, быстрее. У нас мало времени. О, нет. Должен выкинуть эти вилы. Этот ледоруб. И взять. Блин, придется выкинуть этот топор. Вилы, чтобы взять. Пощаду не жди, Гарик. Я иду. О! Не был готов я к вам. Пожалуйста, давайте просто теперь наличку. Все эти товары. Мне потом ехать их, продавать не очень хочется. Ну-ка, если я выкину лом, то что, я могу взять эту? О, могу. Хорошо, тогда и выкинем вот этот нож. Стоп! Я же могу все это пойти и машину сложить. Опустошить карманы. Вон она стоит. Все-таки надо было подъехать. Я помню, что нам сказали, что у нас мало времени. Нужно быстрее победить Гарина. Вернитесь к гостинице. Черт! Я не могу сейчас просрать и возвращаюсь. Ой, я просрал. Черт! Никогда мы больше не допускаем подобные ошибки. Мы всегда подгоняем машину поближе. Опа! Погодите, что? О, у нас есть возможность. Я знаю, как это сделать. Нужно очень быстро. Садимся, жмем на G и едем. Нет херня идея. Окей, хорошо, я должен попробовать еще раз. Задача быстро подбежать к машине, сесть в нее, нажать G. Так, делаем сначала хоп. Открыть дверь. Отбежать. Оп! Сначала просто подбегаем, открываем дверь и уходим. Так. Есть. Теперь нужно сесть и проехаться. А, стоп. Где начинается территория? Вот отсюда. Нет, нет, нет. Вот здесь, вот здесь. Оп! Ну давай. Уродство. Давай, 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 давай. Езжай! А, нет, это нереалистично. Черт. У меня есть гениальный план. Мы используем инерцию, из-за которой машина подъедет к нам поближе. Мы просто кинем гранату. Вот идеально, на идеальном расстоянии, чтобы машина начала ехать вперед. Вот почти, почти, почти. Давайте еще раз. Так. Сейчас она будет ехать вперед, ко мне поближе. Нет. Хорошо, мы спустим тогда одну шину. Тогда машина наклонится и поедет ко мне. Нет? Ладно, тогда нужно просто стекло разбить и ветер начнет задувать. Вот сквозняк делаем. Вот что-то, что-то типа того. Чтоб я не выглядел сейчас как полный идиот, нужно, чтобы машину звали Гарин. И тогда задание победить и Гарина будет выполнено. Кстати, у нас нет патронов. Только на пистолетик, что ли, осталось. Да, немножечко на пистолетик. Но, однако, мы освободили себе место. А это самое главное. Идемте сражаться. Ладно, ничего не поделать. Смотрите, какая новенькая машинка. Да не тут-то было. Вот вам. Чего тут? Без меня никак, да, не можете справиться. Несчастные. Блин, у меня был набитый полностью инвентарь. Теперь нет ни хрена. Я злюсь. Что-то все виляет, блин. Пожалуйста, дайте кучу. О, патроны для винтовки. И денежки. Вот, наличку дал, спасибо. Тут еще будет двое. Они тоже дадут лут. Оп. О, ему прям в кадык попал. Смотрите. Держится. Патроны для ружья. Фигня полная. Есть. Набил полностью инвентарь. Ладно, заходим к Гарику. Ой-ой, тут еще есть охрана. Тишина. Гнетущая тишина настала. Патроны для винтовки. Давайте выкинем вилы. Возьмем. Еще один был чувак. Ау. Куда делся? Куда ты делся? Ты что? Гарик в шкафу? Ты в шкафу? А-а-а-а. Так. Стоять, мать твою. Ой, что произошло? Меня ударили со спины. Я знал, что они пришлют именно тебя. Ты думал, что сможешь остановить нашу революцию? Завтра в 12 дня Игорь Акаров войдет в историю, а вместе с ним и вся эта преступная система. Жаль, что ты этого уже не увидишь. Но ты сделал выбор. Он душит меня. Посмотрите, какой он... Оп-то, на, тебя получил. Ты сделал выбор, чувак. Да здравствует партия! А нам так и не дали в конце сделать финальный выбор. Победа партии! После смерти Михаила Гарина кровавый кулак распадается. И всех, кто связан с организацией, выслеживают и заключают в трудовые лагеря. Игорь Акаров осуществляет свой план по освобождению рабочего класса за границей. 16 июня 1981 года Великая Освободительная Армия переходит границу, объявляя войну капиталистам на юге. Борис Аберканов, Аберанков, все я все время неправильно читаю. После многих дней пыток признается, что деятельностью банды руководил кровавый кулак. В конечном итоге умирает в помещении для допросов в отделе полиции карикадки. Григорий Белов, кто это? Я не знаю, тихо. Я не помню, кто это. Информация, которую он собирает, оказывается решающей в процессе против лидеров повстанцев. Не имея возможности продолжать службу, он досрочно уходит в отставку. Похоронен с почестями на кладбище в Сатикане 5 июня 1989 года. Петр Кавка. Я тоже не помню этого человека. После возвращения в столицу помогает в рейдах на логово кровавого кулака, за что награждается крестом заслуг. Через много лет его повышают до должности министра. А я-то что? Я-то что? Тимур Корченко. Приговорен к 40 годам каторжных работ в каменоломнях. Самое смешное, что я его тоже не помню. Все эти люди, судьбы которых такие, ну, довольно-таки трагичные, величественные судьбы. Для меня просто ничего не значит. Во время восстания в лагере в 1984 году получает ранение и едва выживает. В итоге бежит из страны и живет в укрытии в одиночестве. Никогда не сверился с поражением революции. Это я запорол, видимо, ему что-то. У меня такое чувство, что я в этом виноват почему-то. Гаврилов. Последние дни он проводит в тюрьме. До конца надеюсь, что его освободят повстанцы. А, он даже новости-то и не читает, что я всю малину обосрал. Расстрелинг 5 июня 1982 года. Светлой памяти Камил Кона Урбанский. Урбанский. Крэйзи Рокс. Черт возьми, класс. Во-первых, самое обидное, разочаровывающее для меня сейчас, что мне не дали в конце просто продать все барахло, что я налутал. Я хотел увидеть этот чек финальный. И, может быть, мое сердце бы смягчилось, и я купил бы Новику обмундирование самого последнего поколения. Но нет, мне не дали этого сделать, поэтому, Новик, можешь обвинять только разработчиков этой игры, что не дал мне просто закончить вот мои хотелки. Итак, вы успешно прошли Contraband Police в сюжетном режиме. Вы можете пройти игру заново, сохранив текущее состояние программпоста и все предметы. Окей, заново. Это имеет в виду, что я могу попробовать теперь все другие варианты выборов. Это, кстати говоря, зависит уже от вас. Если вы очень хотите, мне, в принципе, очень нравилось играть в эту игру. Я знаю, мы долго ее проходили, почти год, потому что я очень редко выпускаю выпуски по ней. При том, что это вроде как одна и та же рутинная история, но мне было почему-то весело каждый раз в нее играть. Она была абсурдной. Она позволяла мне делать абсурдные вещи, что я очень люблю в играх. Я люблю, когда игры дают игроку свободу поступать так, как хочется. Для меня всегда делать то, что в реальной жизни делается, очень скучно. Типа, зачем? Я могу это в реальной жизни и поделать. Здесь я хочу совершить какую-то сумасшедшую фигню. И игры такие, когда мне дают это, я прям кайфую. На самом деле, и я по вашей реакции это тоже вижу. Особенно, когда вы помните The Long Drive игра. Какую дичь мы там творили и как она залетала хорошо. В общем, здесь уже на ваш суд. Если вы хотите, чтобы я перепрошел всю игру. Абсолютно всю игру. С самого начала. С самым настоящим взяточником. Супер-супер взяточник. И только на стороне революционера-постанцев. Всякое говно, что бы я делал. Творил полнейший беспредел. Пишите в комментах, я обязательно это сделаю. Ну а пока что, это последний выпуск по игре Contra One. Я надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Ссылки будут все на все соцсети в описании. Там на Boosty заходите. Я буду скоро делать анонсы различные на Boosty. Делать дополнительный контент на Boosty. Буду в Telegram кружочки записывать. Оно того стоит. Поэтому обязательно заходите на ВК. Заходите. Я там тоже присутствую. Всем спасибо, друзья. С вами был Юджин. Господи, я давно не записывал выпусков. В течение 43 минут. Чтоб вся запись длилась. 43 минуты. Обычно у меня там 2 часа плюс. Я рад. Мне нравится, когда так происходит. Было кайфово. Спасибо всем еще раз. С вами был Юджин. И всем поцелуй. А потом хоп и 5. Субтитры сделал DimaTorzok.